Еще до начала урока учеников заинтересовала самодельная конструкция, которую принес начальник учебно-методического центра Одинсовской электросети Александр Балахонцев. Он и проводил занятия. Мы преследуем две цели. Первая – это профессиональная ориентация наших выпускников школ, чтобы они, ну, как известно, у нас время менеджеров было в мутные 90-е годы, когда сейчас просто ни инженерных, ни рабочих специальностей не хватает очень сильно. И наше предприятие, которое является предприятием жизнеобеспечения и района, и города, то есть оно нуждается в квалифицированных кадрах. И то, что это происходит именно в 10-м техническом лицее, где, я считаю, техническую элиту готовят нашего города. Лекция собрала полный актовый зал. Для начала энергетик рассказал ребятам об основах электротехники, понятиях электрического тока и напряжения, законах Ома и Джоуля Ленца. Старшеклассники на уроках физики с этой информацией сталкивались уже не раз, а вот дети помладше многое услышали впервые. На сцену пригласили трех добровольцев. Неудивительно, что самыми быстрыми и смелыми оказались мальчишки. Они разглядывали мощный электроприемник, наблюдали, как энергии переходят из одного вида в другой при помощи специального устройства. Ребятам показали, что может случиться при одновременном подключении сразу нескольких электрических приборов. От перенапряжения чуть не произошло возгорание. Александр напомнил школьникам об опасности, исходящей от электрического тока. Перед тем, как лататься за непонятный провод, обязательно нужно проверить отсутствие напряжения. Энергетик рассказал и о действиях при обнаружении оборванного провода. Безопасным расстоянием от него считается 8 метров. Показал, как выбираться из опасной зоны и какие средства защиты при этом использовать. Больше всего ребятам понравился эксперимент по оказанию первой медицинской помощи. Для этого понадобился робот-манекен Коша. Внутри него специальный встроенный мини-компьютер. Тренажер полностью автономен, не требует внешних источников питания. Если оказывать помощь правильно, у пострадавшего поднимается грудная клетка и загорается голубой светодиод. Параметры дыхания робота соответствуют характеристикам взрослого человека. Несмотря на то, что рост Коши всего 120 см, да и внешне он похож на подростка, этот тренажер позволяет выполнять непрямой массаж сердца с силой надавливания 80 кг. При слишком сильном или частом надавливании на грудную клетку роботу можно сломать ребра. Понять это помогают появляющиеся красные пятна боли. На сонной артерии у Гоши прощупывается пульс, а когда пострадавшего удается оживить, его зрачки начинают реагировать на свет. Очень понравилось, что нужно более ответственно относиться к электротехнике, контролировать все это. Да, это полезно, достаточно. Очень полезный мастер-класс, очень интересный. Узнал много нового, как помочь человеку в экстренной ситуации, как самому не попасть в эту экстренную ситуацию. После занятия ученики еще долго не хотели расходиться. Каждый хотел провести реанимацию и увидеть, как восстанавливается работа сердца. Это доказательство того, что открытый урок, проведенный специалистом Одинцовской электросети, очень понравился ребятам. Они смогли не только узнать новую информацию, но и применили ее на практике. Мила Тарасевич, Леонид Буртин, селькомпания Одинцова.